Сегодня далеко не все люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, знают о возможностях, что предоставляет для них государство. Речь идет о социальном контракте, соглашении, заключаемом органами социальной защиты с отдельными людьми и семьями, доход которых по независимым от них причинам не достигает регионального прошиточного минимума. А между тем, для них есть новые возможности для улучшения своего положения. В нашей стране, в том числе и на Кубани, есть малоимущие семьи. Они хотят реализовать свой трудовой потенциал и повысить благосостояние, однако в силу определенных сложностей не могут этого сделать. К примеру, нужно решить материальные проблемы из-за потери работы или стать индивидуальным предпринимателем, что требует немалых расходов. Мы встретились с начальником отдела по вопросам мер поддержки и социального обслуживания отдельных категорий групп населения, Управления социальной защиты населения Еленой Бондаренко, с тем, чтобы она рассказала о том, что такое соцконтракт и какова практика его применения в Славянском районе. Это поиск работы для граждан, которые нетрудоустроены, которые планируют найти работу, но в данный момент находятся в таком положении, когда они признаны безработными, либо ищут работу через центр занятости населения. Помощь оказывается в размере прожиточного минимума, то есть для трудоспособного населения. На сегодняшний день эта сумма 13,241 в месяц. Данная помощь, она оказывается единовременно при написании у нас заявления, то есть в первый месяц после написания заявления, рассмотрения этого заявления, выплачивается эта сумма. Дальше гражданин должен трудоустроиться, его обязательства перед государством трудоустройства. После трудоустройства он получает еще три выплаты по 13,241 рубль. В приоритетном порядке помощь оказывается гражданам, проживающим в семьях с детьми. Если человека интересует предпринимательская деятельность, также есть возможность помочь. Второй вид помощи – это мероприятие на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Размер такой помощи может составить до 250 тысяч рублей на развитие собственного дела. Обязательным условием граждане должны быть зарегистрированы в качестве либо индивидуального предпринимателя, либо самозанятого. Но только после того, как они к нам обратятся за данным видом помощи. Следующее направление – это развитие личного подсобного хозяйства. То есть граждане могут получить выплату в размере до 100 тысяч рублей единовременно на развитие непосредственно того личного подсобного хозяйства, которое в сельской местности у нас зарекомендовало себя. То есть гражданин, имеющий в собственности, есть условия, гражданин должен иметь в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. В основном это сельская местность. Четвертый вид направления наше – это на иные цели, для вывода семьи из трудной жизненной ситуации. Здесь предполагается либо оказание помощи единовременно в размере в этом году, размер ее составляет 79 446 рублей, либо ежемесячно по 13 241 рублю в течение шести месяцев. Данные денежные средства могут быть направлены на приобретение предметов первой необходимости, лечение, реабилитацию, либо профилактические медицинские осмотры. После заключения социального контракта государство обязуется оказать помощь, предоставлять денежную выплату. Получатели, в свою очередь, берут на себя обязательство пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. В прошлом году нам удалось оказать помощь в рамках социального контракта 267 нашим жителям нашего района. В том числе у нас большая часть социальных контрактов была осуществлена именно на оказании помощи безработным гражданам. Это 161 человек у нас смог получить такую помощь. И, кстати, уже более половины из них трудоустроились. То есть смогли, им эта помощь помогла трудоустроиться. Индивидуальную предпринимательскую деятельность открыли в рамках социального контракта 8 граждан. 18 граждан развили свое личное подсобное хозяйство. Ну и 80 гражданам мы помогли выйти из трудной жизненной ситуации. Пока еще недостаточно активно используют открывшиеся возможности те, кто развивает свое личное подсобное хозяйство. А между тем эта поддержка славянским селянам пришлась бы в наше время как нельзя более кстати. Сотрудники Управления социальной защиты населения района работают в тесном контакте с Управлением сельского хозяйства, Центром занятости и всегда готовы помочь жителям, чтобы они правильно оформили документы на получение помощи в виде социального контракта. Главная цель социального контракта создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности. Для этого государством выделяются серьезные средства. И этим инструментом нужно пользоваться тем, кто может рассчитывать на такое содействие. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.